С диагнозами ОРВИ и грипп в окружную больницу госпитализировано 19 человек. В 14 случаях гриппа предположительно ставят штамм H1N1, известного под названием «свиной грипп». Результаты лабораторных исследований, подтверждающие или опровергающие диагноз, ожидаются из Санкт-Петербурга на этой неделе. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с начала этой недели закрыта начальная школа «Детский сад» в поселке Хангурей. Приостановлено функционирование отдельных групп в детских садах города. Только за первый день текущей недели врачи амбулаторных служб окружной больницы выполнили 289 выездов на дом. Существенно возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь. Пиковое количество вызовов экстренных медицинских служб пришлось на воскресенье. В этот день три бригады скорой медицинской помощи отработали 94 вызова к жителям Наринмара и поселка Искатели. В понедельник количество осталось по-прежнему достаточно высоким – 71. По округу зарегистрировано 839 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа, в том числе у детей – 2. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 127,8%. Причем повышение эпидемических порогов произошло по всем группам населения. Так, санитарная авиация вылетела в поселение региона три раза и один раз выехала в поселок Красное. Из этих населенных пунктов окружную больницу поступило несколько человек с вирусом гриппа. Больница у нас заполнена полностью, 350 человек находятся на лечении, интенсивный оборот происходит. Но работаем в штатном напряженном режиме. Полагаю, что, наверное, учитывая такие данные по заболеваемости, Роспотребнадзор может принять какие-то ограничительные меры. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, вирус гриппа H1N1 лабораторно не подтвержден. Результаты наличия опасного вируса, а это 14 случаев, ждут на днях из Научно-исследовательского института гриппа. Сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа, а также подозрение, то есть клинический диагноз вируса H1N1, повлекло принятие на территории Нинецкого округа особых ограничительных и профилактических мер. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с начала этой недели на карантин закрыты школа-сад в поселке Хангурей, детский сад в селе Оксино, закрыты две группы в детском саду Умка, одна группа в саду Радуга и один класс в пятой школе. Превышение эпидемических порогов за прошлую неделю в целом по округу отмечено во всех возрастных группах. От 0 до 2 лет на 111,5%, от 3 до 6 лет на 181,5%, от 7 до 14 лет на 82,1%, а также среди взрослого населения на 139,9%. Чтобы эпид-порог не стал еще выше, необходимо соблюдать особые меры. Мероприятия карантинные, они введены, то есть масочный режим, обязательно отстранять острого больного, обязательно отстранять не принимать в сад, не принимать в школу. То есть если заболеет ребенок, то обязательно надо лихорадящему пациенту обращаться, не идти больному в поликлинику, обязательно вызывать НАТО. Самая лучшая защита – это вакцинация, а период вакцинации, он у нас уже закончился. Поэтому самая эффективная защита от гриппа – это вакцина-профилактика. Второе – это изоляция. Это тоже дает высокий эффект. То есть больного от здорового надо изолировать. А если здоровый находится в окружении больных гриппом, значит, надо соблюдать масочный режим, обильное питье, проветривание, влажная уборка, витамины, чеснок, лук. То есть те продукты, которые обладают противовирусным действием. При первых проявлениях заболевания – насморка, першения в горле, подъем температуры, общие недомогания, головную боль, кашель, нельзя посещать работу, учебное заведение или детский сад. Необходимо вызывать врача на дом. Особенно опасен грипп для детей в возрасте до двух лет. Взрослых в возрасте 65 лет и старше и людей любого возраста с определенными заболеваниями. Хронические болезни сердца, легких, почек, крови и болезни обмена веществ. Например, диабет или с ослабленной иммунной системой, а также беременных. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север».